Вход на сборный пункт только после термоконтроля. Обязательную процедуру прошел и будущий солдат Алексей Мисоедов. Призывник сейчас оканчивает технику. Молодой человек решил отслужить в армии в этом году. Говорит, так безопаснее. Скоро у меня защита диплома. Сейчас пришел на общий сбор призыв в армию. Высшее образование. Собираюсь пойти после армии. В целях недопущения распространения коронавируса по местам военной службы, каждого призывника ждет медицинское обследование. В день отправки на сборном пункте всех призывников ждет тестирование на коронавирусную инфекцию с помощью вот таких экспресс-тестов. Они очень точные и показывают результат в течение 10 минут. Призывники будут по одному заходить в лабораторию, будет проводиться тестирование. Призывник, прошедший тестирование, будет помещаться в отдельное помещение без доступа на территорию сборного пункта и будет ожидать там результата. Все остальные 6-7 человек проходят дальше. Потом их тесты помещаются в специализированное оборудование передвижной лаборатории. И через 10-15 минут результат будет готов. На этапе подготовки к службе все призывники получают электронную карту. В ней будут отражены все личные данные и дальнейший военный путь. В будущем такой документ может заменить военный билет, уверена в комиссариате. На карте данные призывника или военнослужащего, фамилия, имя, отчество печатается и фотография. Вообще на карту еще записываются все персональные данные, это отпечатки пальцев, место жительства, все данные, которые есть в личном деле. Безопасность в армии сейчас на первом месте. Каждый сотрудник призывного пункта обеспечен средствами индивидуальной защиты. Главная задача не только выполнить план по призыву, но и обеспечить сохранность здоровья всех будущих военнослужащих. Традиционно это будем мы отправлять ребят в части, расположенные в военно-космическом городе Москвы. Это части специального назначения. 25 человек отправим на Северный флот. Будут проходить службу в рядах военно-морского флота. Ну и другие виды и рода вооруженных сил Российской Федерации. В воинских формированиях им будет намного лучше, чем на гражданке, поскольку там закрытое помещение, доступа нет. Скорее всего и присяги будут закрытыми, на присягу вы не сможете выехать. Это не страшно. Самое главное, что ваши сыны будут в безопасности. Всю необходимую информацию о призыве этого года можно получить по телефонам горячей линии военного комиссариата Орловской области. Сергей Прошкин, Екатерина Федина, телеканал Первый областной.